Здравствуйте, новости на русском сегодня. Фронтовой бомбардировщик Су-34. Здравствуйте, уважаемые зрители. Китайские СМИ пишут, что главным оружием России станут Су-34 с дальнобойными ракетами. В последнее время Россия старательно усиливает потенциал фронтового бомбардировщика. Так что Су-34 начал выходить за рамки своего класса. Кстати, с вами Игорь Таланцев и это канал Политика Просто. Расскажу, почему китайцы в восторге от возможностей Су-34. От новых возможностей. Китайские эксперты пишут, что перенос дальнобойного и даже стратегического оружия позволяет наносить противнику неожиданные удары. Если стратег запускает дальнобойную ракету, то с ним все ясно, его быстро засекают. А вот Су-34 может работать фабами с УМПК, ракетами малой и средней дальности. Поэтому противнику сложно понять, какую задачу выполняет фронтовой бомбардировщик в данный момент. Ведь невозможно включать воздушную сирену каждый раз, когда вылетает Су-34. Потому что фронтовой бомбардировщик это массовый вид самолета. Во время конфликта десятки таких машин находятся в воздухе. И какой-то вполне может нестить дальнобойную ракету вроде Х-50. Я уже говорил о том, что Х-50 это пересаженная на Су-34 ракета Х-101. Если 101 летает на 5500 километров, то Х-50 летает на 1500 километров. И для большинства театров военных действий этого вполне достаточно. Так что главное достоинство Х-50 это ее дружба Су-34. Китайцы пишут, что Су-34 и достаточное число ракет Х-50 это то, что серьезно повлияет на расстановку сил в любом конфликте. Конечно, для эффективного применения дальнобойных ракет нужна хорошая разведка и управление. Но наши Минобороны постепенно приводят армию в порядок. Су-34 значит отчаянно Су-34 или Китай Су-34. Впрочем, критики китайских восторгов отмечают, что даже у простого самолета F-16 давно есть ракета с дальностью 900 километров, которая перекрывает значительную часть территории России. Поэтому никто не говорит, что Су-34 и Х-50 это что-то из разряда нет аналогов. Мы просто догоняем США в этом вопросе. И все. Ну и возможно перегоняем. Ну и на самом деле пока не совсем ясно, в какой стадии готовности находится ракета Х-50. Вроде бы заявляли, что ее уже производят. Но главный вопрос в каких объемах. Таких ракет нужны сотни и даже тысячи. Тогда китайские восторги будут оправданы. Китайский эксперт Шао Юлин прав в том, что сочетание Су-34 и дальнобойных ракет существенно расширяет потенциал вооруженных сил России. А другой эксперт Ксун Бо пишет следующее. Су-34 стал первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным запускать стратегические боеприпасы. Разумеется у нас есть все основания для оптимизма. Представители Ростеха множество раз заявляли, что производство ракет в России выросло в десятки раз. Наверняка ракету Х-50 уже выпускают в нужных для ВКС количествах. Да и Су-34 модернизируют и производят десятками. Так что давайте считать, что китайцы правы. Главным оружием России действительно станет Су-34 с дальнобойной ракетой Х-50. И восторг китайцев по этому поводу вполне оправдан. Да, у США есть ракета на 900 километров для F-16 и F-35. Но наша-то летает на 1500 километров. И этим все сказано. Кстати, в видео я рассказываю о красивом российском оружии и реакции на него китайцев. А любые связи с окружающими событиями случайны. Так что в видео нет ничего остро социального. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и делайте репосты, раз досмотрели до этого момента. Всего вам хорошего, пока!